Всем хай, друзья! Как всегда, с вами Антон, и сегодняшняя тема ролика это Stalker 2, сердце Чернобыля. Украинская студия представила свежий трейлер Stalker 2. На фоне видео, если что, вы видите оригинальный трейлер этой части. Если хотите посмотреть полностью, ссылка есть в описании. Ну а сегодня я расскажу немного подробностей про новую игру, когда же она выйдет, цена и так далее. Но вначале оповещаю вас про то, что на канале проходит небольшой разовый розыгрыш. Розыгрыш двух рандомных ключей для Steam. Всё, что нужно, чтобы забрать два ключика себе в библиотеку, это подписаться на канал, а также убедиться, что у вас на аккаунте Ютуба при заходе на ваш канал и во вкладку «Каналы» видно ваши подписки. Если что, открыть видимость можно вот так. Нажмите справа на Ютубе на свой аккаунт, после нажмите «Настройки», слева будет вкладка «Конфиденциальность» и в разделе «Плейлисты и подписки» убедитесь, что ползунок «Не показывать информацию о моих подписках» выключен. Ну и последнее, заполнить простейшую Google форму по ссылке в описании. Победитель будет выбран стандартным и честным образом через сайт Random.RG. И итоги будут объявлены в конце ролика 17-го числа. Победитель напишет какой-нибудь комментарий под тот ролик, и я с ним свяжусь для уточнения того, где же можно переслать ему эти два ключа. Таких мини-розыгрышей будет много, поэтому это еще один повод подписаться на канал. А на 15 тысяч подписчиков сделаем что-то покруче. Ну а теперь можно приступать к Сталкеру. Как я уже сегодня и сказал, на презентации Xbox и Bethesda Games Showcase, наша украинская студия представила свежий трейлер Сталкер 2. Благодаря этому ролику стало известно, что шутер получил предзаголовок Heart of Chernobyl, то есть сердце Чернобыля. И выйдет он 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Затем разработчики раскрыли системные требования игры. Сейчас на экране вы как раз таки их и видите. Минимальные и рекомендованные. Помимо этого, в сети появилось еще немало важных сведений об ожидаемом многими сиквеле. На официальный сайт Сталкера добавили описание разных аспектов Сталкер 2 Heart of Chernobyl. К примеру, о нелинейном сюжете, видах оружия, аномалиях и так далее. Существенная часть этой информации ранее уже была известна, но в тексте есть и новые детали. К таковым относятся разделение мутантов на подвиды и наличие в мире особо опасных регионов, где они охотятся группами. Но еще не менее важно упомянуть, что в Сталкер 2 Heart of Chernobyl появится мультиплеер. По словам пиар-менеджера GSK GameWorld, многопользовательский режим добавят после релиза в формате бесплатного обновления. А еще разработчики открыли предварительные заказы шутера и огласили составы трех изданий. Это будет Стандартная, Делюкс и Ультимейт. Второй вариант, помимо базовой игры, включает эксклюзивную дополнительную миссию. Цифровой артбук, саундтрек, костюмы и облики для оружия, для одиночного режима, а также мультиплеера. А вот уже Ультимейт издания Сталкер 2 Heart of Chernobyl содержит все вышеперечисленные бонусы, а также сезонные пропуски два сюжетных дополнения. То есть проект планирует серьезно поддерживать после релиза. Кроме того, за покупку игры в Steam предусмотрены отдельные подарки, такие как динамическая тема, аватар и рамка. Цена Сталкер 2 на ПК составляет 2500 рублей. За базовое издание, 3200 рублей за Делюкс и 4500 рублей за Ультимейт. На Xbox Series X и S стоимость составляет 60 долларов, 80 долларов и 110 долларов. И если вы уж ярый поклонник Сталкера, тогда советую сделать предзаказ. Потому что за предварительный заказ проекта пользователи получат эксклюзивные облики для оружия, костюмы, гитарные мелодии и байки у костра. Все это действительно звучит прикольно. Та самая атмосфера, когда мы все вместе сидим у костра, играем на гитаре и реально вот рассказываем байки. Еще представьте, это все в мультиплеере. И скорее всего я тоже предзакажу эту игру. Раз уже заговорили про стандартное, Делюкс Эдишн и Ультимейт издание, хочу рассказать, что же они точно включают. Стандартные издания за предзаказ дают расширенный контент для посиделок у костра. То есть дополнительные гитарные мелодии, как я и сказал, байки, которые можно услышать от Сталкера на стоянках. Облик для оружия, костюм и бедж для мультиплеера «Ранняя пташка». Ну и наконец Делюкс Эдишн вмещает в себе дополнительный сюжетный квест, различные костюмы и облики, а также цифровые бонусы. А вот Ультимейт Эдишн приготовит нам сезонный пропуск с доступом ко всему будущему загружаемому контенту, включая два сюжетных дополнения. Ну а также Ультимейт Эдишн вмещает содержимое Делюкс Эдишн. Насчет озвучки. Озвучка будет доступна на английском, русском и украинском языках. И собственно это все. Помимо всех изданий, которые я уже назвал, существует издание «Коллекторс», то есть коллекционное издание «Сталкер 2. Сердце Чернобыля». Вот сейчас на этой картинке вы можете посмотреть, что туда входит. Да и впрочем-то, если вы интересуетесь коллекционным изданием и остальными плюшками, все это есть на официальном сайте, который я оставлю в описании. Пиши в комментариях, будешь ли ты предзаказывать «Сталкер 2». Но у меня на этом все. Нам осталось только предзаказывать и ждать числа, когда мы сможем ее запустить и поиграть, насладившись этим прекрасным миром и атмосферой. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, а также делитесь этим видео с друзьями и участвуйте в розыгрышах. С вами был Антон. Всем до встречи в новых роликах. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok